Слава Богу, дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Да. Знаете, прежде чем я буду проповедовать, я вам скажу, я не так уж много видел жаждущих людей, но жаждущих людей, которых я видел, они всегда получали от Бога то, в чем нуждались. Представьте, всегда они получали то, что нуждались, в чем нуждались. Они были, их нужды были восполнены, они были благословенные. Поэтому, если у нас нет нужды, давайте просить у Господа духовный голод и духовную жажду. Именно это ведет нас к потоку. Если отсутствие жажды, мы не пойдем к потоку, мы не будем пить живую воду. Если у нас нет аппетита, то как мы будем есть Слово Божье? Мы не захотим его. У нас, знаете, анорексия будет. Поэтому, прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы акцентировать для некоторых, для некоторых, внимание, люди, которые любят развлечения. Развлечение. Послушайте, что такое развлечение? Дьявол не глупый, дьявол не дурак. Мы не можем смеяться и говорить, черт поганый, пошел вон отсюда, глупый, тупой. Мы не можем так говорить, потому что, да, он противник Бога, он негодяй, он человекоубийца, но он очень хитрый. И даже хороших верующих, искренних верующих, он может испортить. У него есть такая способность, поэтому каждому из нас внимательно нужно наблюдать за собою. Нам, конечно, легче наблюдать за ближним. Как Иисус говорил, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Представляете, сучок в глазе заметить? Это ж какое зрение надо иметь? Дай-ка я вы, но сучок, знаете, у тебя такая ошибка, такая маленькая, да? А Иисус говорит, а ты у себя бревна не замечаешь. Представляете, не замечать бревна, но видеть сучок. Не видеть большое, но видеть такое маленькое, знаете, человек сосредоточен на ошибке. Вот нам нужно заниматься бревнами, тогда и будешь знать, как сучки вытаскивать. И вот смотрите, вернусь к развлечениям. Дьявол все больше и больше делает развлечений. Если вы откроете телевидение, слава Богу, у нас нет дома телевидения. Кто-то скажет, ты же глупый, ты же глупый. Да и пусть, каким бы ни был, я лучше буду заполнять информацией себя, словом Божьим. Послушайте, то, что мне надо, я знаю. Та информация, которая необходима для меня дойти, важная, она дойдет. Я не хочу целый день просто зырить и смотреть, что же там происходит. И вы знаете, краем глаза, случайно, где-то, когда-то, ты все равно попадаешь. И ты видишь, как много выходит интересных передач на телевидении. Как выходит много всякого шоу. Как выходит много интересного. И знаете, если я сяду, я пропаду там. И знаете что? Для чего дьявол делает развлечение? Не задумывались? Для того, чтобы твой взор увлечь. Чтобы ты либо туда смотрел, либо туда смотрел, либо в телек смотрел. Чтобы ты смотрел и заполнял себя. И не видел главной картины. Для того, чтобы тебя отвлечь. Представьте, как написано, что про Давида. В то время цари выходили в походы. У них должны были быть завоевания. А Давид оставался дома. И вдруг дьявол ему стал показывать. Он стал показывать ему. И что он стал показывать? Купающуюся красивую женщину. Что-то красивое. Что-то такое, что ты будешь смотреть, 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 смотреть. Знаете, к чему привело вот это развлечение Давида? К тому, что он стал убийцей. Насильником. Преступником. Лгуном. Все это делал на высоком уровне. На правительственном уровне. Все из-за чего? Вот из-за этого развлечения, чтобы найти. Знаешь, когда не слушаешь Господу, не идешь на молитву, не идешь в собрание, где призывают имя Господне, обязательно к тебе прилипнет грех. Ты будешь искать. Послушай, когда ты поешь и попьешь, поешь свой борщ, и попьешь какой-нибудь сок или что-нибудь, тебе этого не будет достаточно. Ты будешь искать нечто большего. И вот этот поиск приведет, может привести, к сожалению, к греху. Поэтому идите и молитесь с верующими. Если у вас есть эта возможность, идите встречайтесь. Идите общайтесь. Идите разговаривайте с ним. Потому что Иисус умер за общение, чтобы мы имели общение друг с другом. Нам важно иметь общение. Нам важно встречаться друг с другом. Поэтому дьявол изобретает новые игры. Для каждого поколения он находит свою ловушку. О, новая игра. Шики пропал там. О, наушники. В уши лоткнул эти. Сделали наушники. Все. Человек пропал в другом мире. Все. Бога он слышать не будет. Если он не будет слышать Бога, знаете, что с ним будет? У него не будет веры. Что вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому осторожно. Просто остановитесь. Выключите все. Отойдите в сторону. Молитесь, чтобы Бог показал вам, в чем вы находитесь. В чем вы находитесь. Что вам нужно оттуда спасение. Вам нужно выход оттуда. Иисус может помочь вам. Если вы не сделаете это сейчас, потом будет очень больно. Потом. А оно всегда придет. Это потом. Всегда так не будет, как сейчас. Поэтому смотрите за развлечением, что кроется. Очень опасные вещи кроются за развлечением. Очень опасные вещи. Вот. Аминь. Тема проповеди будет называться «Важность веры». Тема будет о вере. Я, на мой взгляд, это самая важная тема в христианстве. Кто-то говорит, любовь – самое главное. Ты не можешь любить Бога и ближнего, если у тебя нет веры. Ты не можешь. Вера тебя может привести потом и превратить тебя в любовь. Но если у тебя нет веры, ты не можешь полюбить Бога. Потому что ты его не видишь. Для того, чтобы полюбить, познать Бога, нужна вера. В трудные моменты, когда ученики не могли справиться в какой-то ситуации, Иисус спрашивал у них, где вера ваша? Послушайте, мы сегодня слышим, что Иисус придет за своей невестой. Иисус придет за церковью. Я хочу пояснить, за какой церковью придет Иисус. Какую себе невесту сделал Иисус? Он избрал себе двенадцать. Вот это была невеста его. Послушайте, не те топы, которые ходили и слушали. Потому что Иисус говорил, что не тот, кто слушает блажен, но тот, кто исполняет. Иисус говорил к своим ученикам. Потому что фарисеи говорили, почему твои эти не постятся, твои ученики? Он говорит, потому что жених у них. Жених с ними. Видите, он показывал на узкую группу людей. Она невеста. Не все люди, которые признают существование Бога, есть невеста. Но те, кто с ним. Те, кто его последователи. А если ты его последователь, ты невеста Христа. Если мы его ученики, если я его ученик, я невеста Христа. Если я не ученик Иисуса Христа, сто процентов. Я не невеста Иисуса Христа. Потому что Иисус сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Видите, есть условия. Исполнять волю. То есть ученики, они делали то, что Иисус им постоянно говорил. А Иисус им постоянно что-то говорил сделать. И первое, что надо было им учиться, это внимательно наблюдать за Иисусом. Не было такого, что Иисус призвал там, ты, Петр и Иоанн, идите, бросайте сеть с рыбой. Идите, все. И вот теперь делайте мне, готовьте бутерброды. Нет. Он их взял с собой. И они просто ходили и смотрели. Потому что они должны были увидеть правильный образ. Как должна жить невеста Иисуса Христа на земле. Мы иногда спешим что-то делать. Но мы же делаем это по плоти. Не по плану, а по плоти. Как мы себе представляем. Мы, может быть, даже самое лучшее делаем Богу. А Бог говорит, знаешь, у меня был другой план. И то, что ты сделал, я не могу принять. Потому что план был другим. Чертежи были другие. Ты сделал то, что не было в чертежах. И поэтому я не могу принять. Ты должен принять план Божий. Я прочитал такое интересное высказывание. Когда Бог захочет узнать твое мнение, Он его тебе даст. Ну как можно еще лучше сказать? Аллилуйя. В Луки 8, 25 говорится. Тогда Он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу. Кто же это, что и ветрам повелевает, и водей повинуются Ему? Послушайте, речь даже не об этом шла. Речь шла о них. Это не был тест Иисуса. Это был тест учеников. Это тест наш с вами. Мы верующие. Мы последователи Иисуса Христа. И если мы Его невеста, мы Его ученики, мы будем обязательно протестированы. На что? На качество нашей веры. Что может наша вера? Что может наша вера? Иисус может допустить какие-то обстоятельства только по одной причине, чтобы увидеть, сколько процентов веры в нас есть, насколько она дееспособная. Послушайте, речь сейчас не идет о том, что верить нам в Бога или нет. Вообще не идет об этом речь. В это даже бесы верят, что Бог есть. Вообще-то, сами ученики должны были повелеть ветру и воде. Луки 8, 22, чуть выше. Мы прочитаем эту историю. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами. И они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Скажите, вопрос к вам. Давайте сегодня будет немножко вопрос-ответ. Правильно ли сделали ученики то, что разбудили Иисуса? Неправильно. Они все сделали неправильно. Потому что учителю надо... Послушайте, я бы так же, наверное, сделал бы. Тоже неправильно бы сделал. Иисусу надо дать высыпаться. Он человек был тогда, воплоти, ходил, служил. И он должен был высыпаться. И если он у них спросил, где вера ваша, значит, на тот момент контрольной они не готовились. Не готовились. Футбол играли, мультики смотрели. Понимаете? А контрольные не готовились. Пришла контрольная. Господи, Господи. А Господь говорит, что будете меня? Я так устал. Я так спать хотел. Я сейчас во сне с отцом разговаривал. Вы мне все прервали. Посмотрите, как реагирует Иисус. Вы думаете, мы идем просто так, верим в Иисуса Христа. Знаете, дьявол специально берет фрагмент жизни Иисуса Христа и отпечатывает, бум, отпечатывает его в сознании людей. Иисус такой распятый на кресте. Да, это факт, это было. Но он не распятый, он и воскресший, он живой. Иоанн его видел вообще живым. Он говорит, когда я его увидел, я упал. Он такой великий. Что делает дьявол? Он берет фрагмент Иисуса распятого, слабого, немощного, который не может ничего, который говорит, жажду дайте пить. Представьте, у людей просит, Сын Божий у людей просит пить. Он настолько умирал от жажды на солнце. Все это. Представьте, в Израиле какая температура там. Окровавлены. И дьявол берет этот фрагмент, чтобы показать. Ваш Бог, который вы верите, он такой. И вешает его еще на грудь. И многие люди вот носят, и он мертвый. Спросите, какая у них будет вера? Да никакой не будет веры. Они будут просто верить, что Боженька на небесах, вот он, Христос и Воскресе, даже не понимая, что они говорят. Веры никакой не будет у них. Это всего лишь фрагмент распятия Иисуса Христа. Это главный фрагмент вечности. Но это фрагмент. Шесть часов он висел на кресте. Не всю жизнь. А дьявол так делает. И мы не должны этому позволять. Что он берет мертвого Иисуса, запечатляет нам наше сознание. И мы всегда представляем Иисуса вот таким, распятым. Или вот на бочок вот так, головка. Давайте посмотрим, какого Иисуса сегодня нам открывает Евангелие, Библия. Давайте посмотрим. У нас у всех одно и то же слово написано. Смотрите, у Иисуса, к Иисусу поступил СОС. СОС. Посмотрите, он только просыпается. И как он реагирует? Видите, как он реагирует? Он встает и первым делом запрещает ветру и воде. Моментально ветер перестает двигать. Такого невозможно, чтобы на море моментально остановился ветер. И моментально остановились вода, волны. И написано, что сразу же. И сделалась тишина. И перестали. И сделалась тишина. Вот в этой тишине, представьте, только что такой шум ветер был. Такая паника была. Такой стресс. Написано, они были в опасности. Опасность была какая-то. В твоей жизни ты знаешь, какую ты опасность можешь проходить. И тебе надо проявить веру. И знаете что? Вот моментально, после реагирования, быстрого реагирования Иисуса, вот Библия нам открывает, какой у нас учитель. Какой у нас Бог. Он быстро реагирует. Он не беспомощный. Он помогает. Но! Он хочет по-другому помочь. Он не хочет тебе давать рыбу. Он хочет научить, он хочет подарить тебе удочку. И научить тебя рыбачить. Подарив рыбу голодному, голодный будет сыт один день. Но подарив удочку голодному, он будет сыт им всю жизнь. Тогда, смотрите, в этой тишине Иисус, первое, что он начинает говорить. Он не начинает утешать и говорит, Петр, Петр, все нормально. Все, 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 тихо, 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 тихо. Знаете, у человека там, может, стресс какой-то там. Фома, 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 все нормально, 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 нормально там. Нет, он очень строго, спокойно говорит, где вера ваша? Он ее спрашивает, послушай, если они только ученики, если они такие беспомощные, зачем с них спрашивать, зачем с маленьких детей так строго спрашивать? Но если он спрашивает, значит на тот момент у них должна была уже быть вера, которая их спасает. Потому что многим Иисус говорил, буду дальше читать, он сказал Вартимею, иди, вера твоя спасла тебя, представьте, Вартимей, какая вера у нищего слепого, какая вера? На наш взгляд вера это там, где люди изучают слово, там где фарисеи, садукеи и т.д. и т.п. в храме, они там писали свитки, там у них там, знаете, целые там в десятом, в двадцатом поколении верующие. Вот это люди, входящие в вере. Нет. Оказывается, вера приходит от слышания, и она может прийти к любому. Она приходит туда, где магнит. Например, она пришла к женщине, у нее была вера, но в неправильные вещи, в медицину, там, в деньги, она тратила деньги. Но потом, когда она поняла, в кого надо верить, она тут же получила чудо. Смотрите, Вартимей, она тоже услышала свой адрес, вера твоя спасла тебя. Смотрите, что слышит Вартимей. Написано, он подошел к Иисусу, слепой такой подошел, Иисус говорит, что хочешь, хочу прозреть. И он говорит, иди, представьте, слепому, говорит, иди, вера твоя спасла тебя. И написано, он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Еще слепому он говорит, иди. Вот что такое вера. Вера не дожидается, когда все будет хорошо. Она действует в пути, в дороге. Так же самое, как у прокаженных десяти. Написано, когда они шли, очистились. Многие ждут от Бога, когда они очистятся, и тогда пойдут к священникам показываться. Но, как Иисус сказал, так надо делать. Он говорит, иди, покажитесь священникам. И они шли и очистились. Послушайте, Господь, Он действует в движении, когда мы применяем свою веру в движение. Послушайте. Иисус, следовательно, во время беды, во время беды обращаться к Иисусу, вот это будет странно. Не побейте меня камнями, пожалуйста. Следовательно, во время беды обращаться к Иисусу, это было проявлением неверия. Знаете, что мы считаем проявлением неверия? Это не обращаться к Иисусу, а обращаться к связям, к звонкам, к деньгам, к юристам. Но они обратились к Иисусу. Что плохого они сделали? Неправильным было то, что не они сказали морю, а Иисус. А должны были они это сделать. Следовательно, во время беды обращаться к Иисусу, это было проявлением неверия. Так как надо было обратиться к морю и к ветру и запретить им. Будить Иисуса – это неверие. Вопрос. Слушайте внимательно вопрос. Что необходимо было сделать ученикам в этой ситуации? Огонь с неба. Но минимум то, что сделал Иисус. Но это да. А что они должны были сделать? Их заливает волнами. Что, неужели так тонуть? Да, именно. Они должны были сделать именно то, что сделал Иисус. Они должны были это сделать вместо Иисуса. Как можно это подтвердить? Чем можно это подтвердить? Это для меня открытие, поверьте. Это для меня открытие. Потому что я, когда у меня беда, я обращаюсь к Иисусу и говорю, Господь, помоги. Это неправильно. Когда мы обращаемся к Иисусу, мы обращаемся к Нему, пообщаться с Ним. Сказать, как мы Его любим. Но Он нам дал веру, чтобы побеждать. Не просить всегда. Я понимаю, маленькие дети просят. Понимаете, на обращенные верующие, они просят, Господь, помоги. И то Господь не помогает. Помогают ангелы. Он дает ангелам задание. Потому что Господь создан, не создан, Господь есть. Не для функции работы. Смотрите, мы говорим, Господь, спаси меня. Господь не существует для того, чтобы тебя спасать. Он существует для того, чтобы тебя радовать, иметь общение. Спасти должна тебя твоя вера. Ангелы, трудоголики, они вот этим занимаются. Они работу тяжелую выполняют, защищают, несут подарки, несут благословения, несут исцеления. Они ведут очень страшную битву тьмы, света и тьмы. Именно Божьи ангелы сражаются. И когда Иисус проснулся, они Его разбудили, он, конечно же, среагировал. И он показал, каждое действие Иисуса было учением для учеников. Это все, что делал Иисус, открыто. Это было только для того, чтобы ученики повторили это. То, что Иисус не хотел видеть, он уходил на гору, и никто не знал, что там происходит. Только однажды он взял с собой учеников троих и показал, что там происходит. Это было скрытое. Если Иисус не хотел, чтобы ученики знали, и никто в мире знал, личное, это Его и Отца. Это было скрытое, и мы не знаем. Если мы что-то видим открытое, значит, это нам нужно уподобиться и научиться. Иисус сказал строго, как учитель спрашивает с ученика, почему ты не выучил домашнее задание? И тот сидит такой, не дай Бог, еще будет оправдываться. Время было, все было, все было. Понимаете, Иисус спрашивает, где вера ваша? Что такое вера? Вера – это власть. Когда тебе Бог дает веру, Он дает тебе власть. Не над человеком, не манипулировать человеком не надо. Конечно, можешь это сделать, но это будет злоупотребление. Но Он дает тебе власть. Он тебе напоминает. Он не дает тебе. Он напоминает тебе, что водами Он тебе дал власть над всей ее землей. Давайте вспомним, над чем Бог дал власть человеку на земле. Над рыбами морскими. Помните, все эти приплыла рыба к Иисусу. Над птицами небесными, над всею землею. Над всею землею. Он дал власть человеку владычествовать. И здесь Иисус, Он не показывал власть Сына Божьего, как Бога. Это власть Адама. Написано, что Господь с неба, Он второй Адам. Второй Адам, это Господь с неба. И каковы были перстные, таковы будут и небесные. Так же, как мы уподобились первому Адаму, и мы научились этим привычкам в этой жизни, так же мы должны уподобиться после рождения свыше второму Адаму. И научиться от него. Поэтому читайте Евангелие. Такие вещи будут открываться, и ты будешь удивляться, и будешь думать, я всю жизнь думал, что надо обращаться к Иисусу. Тебе надо поклоняться Иисусу. Тебе нужно с Ним общаться, но Он дал тебе веру. Знаете, Господь, Он действительно передал нам свой пример, образец жизни, как нам нужно жить. И общаясь с Ним, мы обязательно, даже сделав ошибки, мы научимся, мы научимся поступать, как Он. Нам нужно убрать все лимиты в своей голове. И если какие-то были люди с какими-то непонятными учениями, которые тебя ограничивают, блокируют тебя, твой пастор может стать твоим потолком, но этого неправильно. Это неправильно. Твой лидер может стать твоим препятствием. Ты будешь говорить, ну я-то не могу выше, я-то, я-то, я-то не такой. Твой уровень это твой Господь. Запомни, ты должен равняться, ты должен слушать, что тебе говорит пастор, но равняться и видеть в духе, видеть невидимое, это в духе, видеть как Иисуса. Когда я сейчас вам рассказывал, скорее всего, вы наблюдали этот шторм, вы видели ветер, я видел это, я видел это в картинах. Вы не думайте, что я говорю просто, я это все вижу. Я видел даже ситуации, в которые попадают люди в наше время, и они могут оттуда выйти благодаря вере. Могут выйти оттуда. И многие выходят, поверьте, многие выходят. И вера не должна никогда останавливаться. Она никогда никогда не должна останавливаться. Начало вера получает для себя, потом этот человек взрослеет, Господь ему говорит, получаешь для себя, еще для другого получи. как друзья принесли расслабленного, видя веру их, видя веру их, не хромого, видя веру их, видя веру друзей. Представьте, Иисус сказал расслабленному, прощаются те грехи, встань, возьми постель твою, ходи. Он вообще ничего не мог, видя веру их. То есть ты можешь быть этим другом, которого несешь к Иисусу. Несешь, приносишь. Ты уже не только для себя научился, ты уже для соседей научил, для братьев, для сестер. И тебя Бог в этом будет вращивать. Вера должна распространяться, потому что так много у людей неверия. Люди смотрят на обстоятельства, и они верят в них. Конечно, это называется неверие. Но когда мы смотрим на то, что творит Бог, как Он это делает, с какой властью делает, как у Него все это получается, какая радость потом приходит, то мы попадаем в Его команду. Мы попадаем в узкий круг, в Его невесту. Каждый выбирает сам. Не Бог выбирает, мы выбираем. Мы уже, нас Бог выбрал, раз мы здесь, раз мы с Господом. Теперь мы выбираем, насколько мы будем с Ним, насколько далеко мы пойдем. Или мы только для себя получим и все. Фух, все, я-то спасен, все классно, все, я исцелен, все классно. Когда ты поймешь такую веру, ты не успокоишься, пока всех не исцелишь, пока всех не освободишь, пока не начнешь помогать другим. Субтитры создавал DimaTorzok